Спасибо большое. Кажите, вот достаточно объемность предметов отпустения на нашем клиенте поставила, на самом деле, на мой взгляд, задачу в том числе определить, есть ли у концепции бенефициарного собственника какое-либо будущее. Я помню, мы с моим другом и коллегой в свое время дискутировали на эту тему, и я думаю, что это как раз та площадка, на которой этот вопрос надо поставить. Здесь уже достаточно много жаловались на то, как концепция применяется в России, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Я думаю, не меньше жалобщиков будет и по другим юрисдикциям. Но в целом вопрос, на который мы должны себе ответить, а есть ли вообще, в принципе, какое-то будущее у концепции бенефициарного собственника, как у самостоятельного механизма защиты от злоупотреблений в налоговой сфере. Сама корректность в постановке вопроса, ее актуальность, на мой взгляд, определяется следующими нюансами. Первое, это то, что, собственно говоря, я не хочу повторяться, мои коллеги достаточно много на эту тему всего сказали, это то, что содержание концепции бенефициарного собственника, которая изначально, на самом деле, была достаточно фокусной. Вот если мы с вами посмотрим историю установления, то речь шла о том, что есть некий механизм, который должен предотвращать злоупотребление через, вернее, даже не столько злоупотребление, сколько предотвращать применение соглашения в пользу лиц, которые являются, по сути дела, федуциарами, да, то есть доверительными лицами, которые занимаются управлением активами в пользу других лиц, будь то явные федуциары или скрытые. Но, тем не менее, мы с вами видим на практике, что происходит постепенное размывание этих границ, и на самом деле в концепцию бенефициарного собственника начинают уже имплементировать какое-то дополнительное содержание. Вот, в частности, Данил Владимирович тоже об этом говорил, но если мы с вами посмотрим ряд дел, то мы увидим, что не просто происходит использование одновременно нескольких концепций, да, но происходит, по сути дела, импортирование содержания одних концепций в другие. В частности, вот если мы посмотрим те критерии, которые используют российские суды, то мы увидим, что, собственно, те факторы, которые используются для оценки наличия или отсутствия фактического права, они выходят, собственно, за то, что говорит комментарий к модельной конвенции, то есть туда уже потихонечку сваливается оценка самого субъекта, то есть какое у него там достаточное присутствие и недостаточное присутствие. Про это много чего говорилось, да, я не хочу как бы сильно повторяться, но, на мой взгляд, это некий внутренний фактор, который заставляет нас вообще задумываться, а есть ли будущее у этой концепции. Еще один нюанс, на который надо обратить внимание, это, собственно говоря, в рамках проекта БЕПС было достаточно много предложений, связанных с корректировкой соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе мы видим тенденцию о, ну, извините, может быть, не совсем парламентское слово, перетаскивании части положения внутреннего законодательства государства о борьбе со злоупотреблением, то есть те самые ГАРов, на уровне международных договоров. Ну, в частности, чтобы не быть голословным, речь идет о создании, так называемый, принципу пропис тез, да, то есть, по сути дела, это завуалированная концепция превалирования существа над формой и деловой цели, если посмотреть то, какое содержание БЕПС придает вот этой концепции. Кроме того, установление других, например, общих норм, таких, как там нормы, направленные на усиление телеологической составляющей толкования соглашений, да, то есть, что применение соглашений не должно приводить к ситуациям двойного неналогообложения или резкого снижения общего уровня налогообложения. Да, все это позволяет нам сделать вывод, что тенденцией будет усиление положения соглашений за счет неких общих, достаточно абстрактных и широких по своей сфере распространения вот средств борьбы со злоупотреблением. В связи с этим, на мой взгляд, возникают следующие достаточно важные вопросы. Первое – это разграничение сфер применения, достаточно специальной, изначально задуманной концепции бенефициарного собственника вот со всем тем багажом, который идет для защиты соглашений как на уровне национального законодательства, так и на уровне международных налоговых договоров. Возможность… Еще один вопрос, тоже важный с практической и стереотической точки зрения, это возможность субсидиарного применения к одним и тем же ситуациям самых различных концепций, будь то, допустим, концепция необоснованной налоговой выгоды совместно с бенефициарным собственником, то, что мы видим на практике, но на самом деле сочетание может быть любое. То есть сочетание может подразумевать и применение правил трансветного ценообразования одновременно с бенефициарным собственником. То есть, иными словами, нам важно понять, как могут применяться различные средства борьбы со злоупотреблениями в совокупности друг с другом. Еще один момент – это, естественно, та тенденция, про которую тоже мои коллеги говорили, это попытка такой ползучего распространения концепции бенефициарного собственника на все виды доходов, режим налогообложения которых предусматривается соглашениями об избежании двойного налогообложения, то есть универсализация данной концепции, что, опять-таки, на мой взгляд, противоречит тому подходу, который изначально в нее был заложен. Но и как следствие всего этого возникает закономерный вопрос, а вообще нужна ли нам при таком подходе, то есть при расширении других механизмов, при их переводе из национального законодательства на уровень международных договоров, нужна ли нам вообще вот эта вот концепция бенефициарной собственники как некий точечный механизм борьбы со злоупотреблениями? Я, когда размышлял над этим вопросом, попытался для себя сформулировать те критерии, которые могли бы, на мой взгляд, оправдать существование самостоятельной, любой самостоятельной доктрины по борьбе со злоупотреблениями. Ну вот, если мы говорим о слайде, то это слайд номер 4. Первое, обоснование как бы существования самостоятельной доктрины по борьбе с злоупотреблениями, на мой взгляд, может быть оправдано, и это первое, на мой взгляд, условие, если иные доктрины, которые существуют, то есть в той системе, которая имеет место быть, они не могут дотянуться до конкретных видов злоупотребления, то есть они не выполняют в каких-то случаях свою охранительную функцию. Тогда имеет смысл создать какие-то специальные правила для того, чтобы вот эти случаи закрыть. Второй момент – это то, что такого рода специальная доктрина, она может иметь более, скажем так, специальный инструментарий, который позволяет более точно и, скажем так, хирургически попытаться защитить положение соглашений, с другой стороны, не нарушая баланс публичных и частных интересов, то есть не служа вот этой самой дубиной, про которую говорили мои коллеги. Третий момент – это наличие у нее достаточно четкой сферы применения, то есть достаточно четких условий. Понятно, мы с вами все прекрасно понимаем, что многое в праве зависит от усмотрения, многое в праве, я бы сказал так, зависит от каких-то умозрительных заключений, но тем не менее, естественно, мы стремимся всегда к четкости, потому что, как правильно сказал профессор Пистоне, основная ценность права – это, собственно говоря, предсказуемость. То есть мы должны четко понимать, что можно, а что нельзя. И, наконец, последний критерий – это критерий, который я называю принцип простоты и определенности администрирования. То есть любая концепция, которая создается, она должна быть администрируема наиболее легким по возможности способом, то есть не создавать некие административные чрезмерные нагрузки ни на налогоплательщика, ни на налоговые органы. Соответственно, с точки зрения вот этих подходов, мне кажется, и надо оценивать перспективы, есть ли у нас необходимость в существовании доктрины бенефициарного собственника, или же мы можем ее заменить чем-то другим. И, пожалуйста, следующий слайд. Собственно говоря, я попытался сформулировать, какие преимущества и какие недостатки, ну а также какие нейтральные факторы я бы отметил в связи с доктриной бенефициарной собственности во взаимоотношении с другими охранительными средствами, которые сейчас используются для защиты соглашений. Ну, первое, на мой взгляд, очевидное преимущество – это то, что содержание этой доктрины носит автономный характер, то есть коллеги мои неоднократно об этом говорили, и здесь в идеале, если действительно носит автономный характер, а не перекочевывает в национальное законодательство с теми самыми, скажем так, нарочными или случайными подменами, вот о чем Данил Владимирович говорил, да, если в идеале мы исходим из того, что это некое автономное, всеми одинаково понимаемое значение, то это действительно хорошо, потому что мы исключаем ситуацию асимметричного применения договоров. Это то, о чем мы говорили на недавнем круглом столе, и то, что, на мой взгляд, является крайне важной практической проблемой. Следующий момент – это то, что имплементирование этой концепции на уровне наднациональной, то есть на уровне соглашений, естественно, дает возможность ей использоваться как специальному методу, превалируя над национальными средствами, которые, опять-таки, у разных стран разные, и поэтому, опять-таки, безоглядная, что называется, свобода государств в применении своих каких-то национальных концепций к соглашению опять грозит нам тем, что у нас, собственно говоря, кто в лес, кто под дрова. Наконец, то, что все-таки эта концепция, надо отдать ей должное, она использует довольно точечный инструментарий, связанный с определением тех последствий, которые происходят, если лицо не является бенефициарным собственником, то есть она ни на что не претендует, кроме как не дать лицу применить ту льготу, на которую он недостоин, да и то в отношении определенного вида доходов, применить на котором это указано в самом соглашении. Это то, что касается, на мой взгляд, достоинств применения этой концепции, если сравнить это с применением каких-то других общих положений, в том числе национальных ГАРов, или же концепции, то, что сейчас ОСР пытается продвинуть, концепции PPT, концепции LOB, то есть это такой достаточно фокусный инструмент для определенных ситуаций. И, кстати, собственно говоря, если вы посмотрите в комментарии к модельной конвенции, то там это прямо признается, потому что комментарий совершенно четко говорит о том, что эта концепция никогда не предназначалась для того, чтобы охватывать все возможные ситуации злоупотребления положениями соглашений. Она была направлена исключительно на те две ситуации, о которых я говорил. Что касается недостатков этой концепции, ну, собственно говоря, они являются в какой-то степени продолжением ее достоинств. Первый недостаток, который я отмечу, и это тоже мои коллеги, может быть, в таком несколько частном порядке говорили, это то, что, и об этом свидетельствует, кстати, российская практика очень хорошо, что сфера действия этой концепции, она, очевидно, пересекается со сферой действия других концепций, в частности, национальных концепций по борьбе со злоупотреблениями. Скорее всего, когда сейчас у нас будет больше соглашений, предусматривающих так называемые нормы LOB, то есть с общими нормами LOB, то есть получается, что одни и те же ситуации будут охватываться и этими общими концепциями, и вот концепция бенефициарного собственника. На мой взгляд, это очевидно регуляторный, ну, и даже не регуляторный, а с точки зрения теории права, это, на самом деле, абсолютный недостаток в механизме правового регулирования. То есть таких перекликающихся общих и специальных норм, на мой взгляд, быть не должно. Наконец, существенным недостатком является недостаток администрирования. То есть у нас, по сути дела, вот на сегодняшний день мы давно, еще много лет назад обсуждали, а как администрировать бенефициарного собственника, и, по сути, пришли к выводам о том, что тут есть только два подхода, то есть третьего, к сожалению, никто пока не придумал. Первый – это подход, основанный на честном слове, то есть когда в момент выплаты дохода заполняется какая-нибудь формочка, или там письмецо, значит, подмахивается, и, соответственно, доход выплачивается, соглашение применяется, ну, а дальше там уже, как говорится, как у налогового органа получится. Получится у него получить информацию и подтвердить, либо опровергнуть статус бенефициарного собственника, или не получится? Очевидно, что такой подход, он абсолютно неэффективен для налогового органа, по крайней мере, до недавнего времени был крайне неэффективен, потому что деньги ушли, компания, допустим, если речь идет о схеме по злоупотреблению, она там никаких активов, как правило, не имеет, уже деньги переведены, соответственно, собственно говоря, с кого что брать, очень проблематично, согласитесь. С другой стороны, и другой подход альтернативный – это подход возложения бремени на налогового агента, то, что видим мы сейчас, то есть когда налоговый агент на свой страх и риск должен принять решение о том, что ему удерживать, как ему удерживать, и какие документы будут не только ему комфортны, но какие документы будут комфортны потом налоговому инспектору, который будет все это проверять. А с учетом того, что у нас возникает ситуация, фактически, когда при выплате дохода мы еще не знаем, как себя поведет получатель этого дохода, то есть по сути дела мы можем сказать, что здесь заложено некое методологическое несоответствие, то есть мы должны определять статус бенефициарного собственника примитивно к каждому доходу, но сказать мы это можем только из совокупности фактических обстоятельств, после того, как лицо каким-то образом, ну получатель дохода, распорядится этим доходом или не распорядится им. Соответственно, сейчас мы должны предугадать, что будет дальше, и должны собрать уже комфортный для себя пакет каких-то документов, который бы свидетельствовал о том, а что лицо, собственно говоря, получатель дохода будет с этим делать. И, как вы понимаете, здесь мы тоже можем обмануться, причем я не говорю о ситуациях, когда у нас там компании аффилированы, под единым контролем находятся. На самом деле масса случаев, когда мы выплачиваем абсолютно независимым получателям дохода, и перед нами стоит вопрос, где тот перечень документов или каких-то других оснований, которые бы позволил нам сказать достоверно, каким образом произойдет распоряжение этим доходом и можем ли мы себя чувствовать комфортно в этом плане. И получается ситуация, что здесь наблюдается другой перекос, то есть перекос в сторону повышенных рисков для налогового агента. То есть получается, что ни один из существующих на сегодняшний момент способов администрирования не является эффективным и комфортным для обеих сторон в наших налоговых отношениях. То есть это, на мой взгляд, существенный недостаток в этой концепции как таковой. Ну и, наконец, нейтральные факторы. То есть о них можно было бы подумать, что они тоже негативно эту концепцию характеризуют, если бы они не относились ко всем остальным механизмам по борьбе со злоупотреблениями, и поэтому я их рассматриваю именно как нейтральные факторы. Первое – это высокая доля усмотрения при применении указанных концепций. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что мы даже между собой не можем на теоретическом уровне согласиться о том, кто такой бенефициарный собственник. То есть, соответственно, разные страны по-разному это трактуют, у разных стран разный подход. Вот определение никто так и не дал, собственно говоря, на уровне ОСР. Ну, у нас попытались его дать, да, то есть, по крайней мере, хотя бы была хоть какая-то попытка, да, на уровне ОСР никто так ничего и толком не сделал. Очевидно, что любые такого рода концепции, то есть и концепция необоснованной налоговой выгоды, она тоже основана во многом на усмотрении, на какой-то субъективной оценке факторов, поэтому здесь нельзя однозначно сказать, что в этой части концепция бенефициарного собственника, она проигрывает вот другим, ну, просто представить себе, как бы она могла быть там математически или каким-то другим образом упорядочена, достаточно сложно. Ну и, наконец, то, что применение этой концепции носит односторонний характер, да, потому что эта концепция, например, в отличие от LOP, применяется только страной источника дохода, соответственно, страна резидентства, она никоим образом не связана с этим. То есть тот факт, что, например, при выплате из России Российская Федерация посчитала, что бенефициарным собственником является не получатель формальный, который находится в другой стране по соглашению, а кто-то третий, никоим образом не связывает страну, где находится формальный получатель, с тем, чтобы рассматривать этого формального получателя как получателя дохода и спокойненько его себе облагать по своим национальным правилам. При этом, поскольку, естественно, льгот по соглашению он не получил, и, допустим, налог, который Российская Федерация будет удерживать или другое государство, не факт, что его можно будет зачесть или каким-то образом в другом случае устранить двойное налогообложение. То есть потенциально применение такой концепции, оно ведет, естественно, к возникновению двойного налогообложения, а то и многократного налогообложения. Ну и, соответственно, с этой точки зрения это можно было бы воспринять как негатив, если бы другие концепции охранительные точно так же не способствовали этому, потому что, опять-таки, если мы с вами применяем концепцию российскую, допустим, концепцию 53-го постановления, то, опять-таки, тот факт, что у нас, предположим, рассматривается та ее часть, которая касается превалирования существа над формой, что ведет к налоговой реконструкции или, допустим, к определению другого лица в качестве получателя дохода, не означает, что другое государство обязано следовать, опять-таки, этой же модели и не считать формального получателя, которого мы не считаем получателем дохода, со своей точки зрения получателем дохода, что, опять-таки, формирует риски двойного налогообложения. Алексей Ильич, и просто у нас еще будет целая дискуссия в течение месяца, поэтому… И, соответственно, как раз я подошел, собственно, к выводам по поводу того, какие варианты возможны. Ну, опять-таки, не хотелось бы ставить точку в этом плане. У нас есть одна минута. Вот если за одну минуту можно все варианты? Вариант первый. Соответственно, развитие пойдет по модели отказа от применения концепции бенефициарного собственности. Вообще, то есть, эта терминология исчезнет и будут применяться все те общие концепции, которые сейчас ОСР пытается имплементировать на уровне соглашений, плюс субсидиарно те концепции, которые используются на национальном уровне. Второе – это понятие бенефициарного собственника останется, но, по сути дела, будет сведено к тому, с чего оно начиналось, а именно к констатации отсутствия права на применение соглашений в отношении явных федуциарных владельцев, то есть агентов, номинальных держателей. То есть никакого охранительного содержания эта концепция не будет нести. Соответственно, все остальное будут делать те общие концепции, которые перенесены в соглашение или применяются на национальном уровне. Ну и третий вариант – это, соответственно, все-таки усиление значения этой концепции. Это, ну, опять-таки, он достижим при определенных условиях, которые я попытался сформулировать, но, честно говоря, мне как-то вот в это немножко с трудом верится, потому что количество проблем там будет слишком большим. Спасибо, Борис Леонидович.